Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. Следующего президента впервые в истории страны выберет коллегия из 300 человек. По итогам заседания Полицовета правящей грузинской мечты, бывший футболист сборной Грузии и швейцарского Базеля Михаил Кавалашвили стал кандидатом в президенты Грузии. Господин Кипиани, вот на политическом поле голы надо ожидать и чьим воротам? Да, я подтверждаю правильность процитируемой вами информации. Выборы действительно у нас по новой модели. Коллегия выборщиков – это непрямые выборы, которые формируются определенным путем из членов парламента Грузии, экономной республики, аджарии и органов самоуправления. Что касается вашего вопроса, наверное, голы надо бить в ту сторону, где наши недоброжелатели, и надо забивать все в их ворота. Что касается возможностей таких голов, у нас своеобразная конституционная модель, как, наверное, известно нашему слушателю, или напомним еще раз, это формат парламентской республики, где правомочия президента, они крайне урезаны. Поэтому это больше, скажем так, церемониальная должность. Конечно, там есть пара объектов правомочий. Но еще раз повторюсь, исходя из классической модели парламентской республики, полномочия президента, они весьма сужены. Поэтому, что касается, скажем так, более таких практических методов или практических рычагов воздействия президента и института президента на политику, наверное, не то что, наверное, исходя из того момента, который я уже обозначил в моем ответе, и, наверное, в этом вопросе будущий президент будет крайне ограничен. Хотя, в любом случае, не стоит, значит так, преумешать роль института по конституции Грузии. Это гарант, скажем так, территориальной ценности, суверенитета. В зеленых случаях это лицо, которое представляет страну во внешних отношениях, во внешних отношениях. В общем, я думаю, что у будущего президента будет чем заняться. Вот как общественность восприняла выдвижение этого человека на пост президента, и что вы можете сказать о его биографии? Насколько я изучил, он был нападающим. Да. Ну, общественность, мягко говоря, восприняла по-разному. Ну, и вчера был у нас такой довольно-таки интересный день в плане, значит, эмоционального восприятия этого вопроса. Я скажу вам откровенно, и, наверное, я не в меньшинстве, ну, ожидания были насчет конкретных фигур, но то, что мы вчера услышали, увидели, превзошло все-все-всякие ожидания, конечно, предполагать такую фигуру. Ну, я, лично, мое мнение, это, так сказать, превзошло любые, так сказать, гипотетические, я бы скажу, конструкции. Вот. Ну да, карьера господина Кавалашвили делится на две составляющие, спортивная и политическая. Спортивная гораздо шире, гораздо обширнее. Вот я вчера пошутил по грузинскому телевидению, что у нас сейчас не спортивная передача. Если была бы спортивная передача, наверное, у нас больше задержания ушло бы на этот вопрос. Что касается политической картины карьеры, начинается она сразу и вдруг с момента, как господин Кавалашвили стал членом парламента Грузии. Ну, как сказать, головокрушительная карьера, мягко говоря, это, так сказать, с определенной долей юмора, конечно. Ну, посмотрим, посмотрим. Пожелаем ему успехов. Хотя, еще раз говорю, конституционная модель, она довольно своеобразная. И роль президента, она довольно-таки, ну, функционально довольно номинальная, скажем так. Символичная, может быть? Ну, символичная, да. Еще раз говорю, там пара других. Но будущий президент будет гораздо более символичной фигурой, хотя бы исходя из того факта, что он будет избираться непрямым путем, в отличие от предыдущих президентов. Все-таки прямое избирание – это большая легитимация и больше, так сказать, ну, скажем так, мандат доверия со стороны населения. Что касается непрямых выборов, ну, такая легитимация, она гораздо меньше. Легитимация, имею в виду вот таком плане, вот в морально-психологическом плане, репутационном. Какова сейчас ситуация в Тбилиси, особенно перед парламентом Грузии? У нас сегодня с утра очень прохладно, дует ветер, температура довольно низкая. Наверное, такой параллель можно провести с грузинской политикой. Скажу, добавлю также после такого, скажем так, аллегорического введения в ответ, что после парламента, после парламентских выборов есть определенная, скажем так, высокая степень разочарованности. И что касается грузинской оппозиции, наверное, в высокую степень дезориентации. Эта дезориентация продолжилась довольно-таки долгое время. Сейчас оппозиция, кажется, уже собирается с мыслями и с конкретными планами действий. Эти планы действия носят различные векторы, различные направления, как правого характера, так и протестного характера. Хотя здесь есть масса вопросов, которые связаны, скажем так, с состоянием и с нынешним состоянием самой грузинской оппозиции, с качественным состоянием грузинской оппозиции. И насколько вот, значит, у грузинской, существующей грузинской оппозиции, есть должная поддержка и должная доверительная поддержка со стороны большей части грузинского населения, это один большой вопрос. И это не означает того, что протест куда-то ушел, это не означает того, что протест не, скажем так, будоражит грузинское общество, но что касается вот такого политического сосуда, в которое можно влить этот протест, это конкретно оппозиционные партии, я здесь думаю, что есть конкретная, скажем так, нестыковка между, скажем так, общественными настроениями и, еще раз повторю, вот качеством нынешней грузинской оппозиции. Вот по поводу нестыковок, члены всех оппозиционных сил, прошедших в парламент Грузии нового созыва, планируют войти в законодательный орган, чтобы официально отказаться от своих мандатов. Оппозиция письменно откажется войти в парламент, поскольку считает этот парламент неконституционным. Не приведет ли это к конституционному кризису и требованию новых парламентских выборов? Немного корректировки, значит, среди четырех субъектов, избирательных субъектов, которые участвовали в выборах со стороны оппозиции, три субъекта, они сняли свои списки, отозвали свои списки точнее, и эти заявления уже удовлетворены Центральной избирательной комиссией, насколько мне известно. Хотя там есть еще другие формальные процедуры, но в любом случае три от три субъекта, они заявили и предприняли шаги в этом направлении. Что касается одного из субъектов, такой шаг с их стороны не был предпринят, то есть списки со стороны не отозваны, но они говорят, что будут бойкотировать заседание парламента. В принципе, цель вот такого подхода как раз заключается в дирегитимации. То есть из четырех оппозиционных сил только три вернули свои мандаты? Три, да, три отозвали свои мандаты. Один субъект, как заявили, находится в движении бойкота. Но суть, значит, еще раз повторюсь, этих заявлений в дирегитимации парламента, хотя здесь речь идет о политической дирегитимации, а не правовой. Значит, 89 мандатов, которые, значит, депутатских мандатов, которые сейчас находятся в наличии «Буринской мечты», они дают им и полную, так сказать, свободу действий. Это тот минимум, который дал им возможность открыть первое заседание парламента и, значит, признать действительность парламента не только в пределах 89 мандатов, но в пределах всех 150 мандатов. Ну, понятное дело, что это оспаривает оппозиция, она не согласна с результатами выборов. И вот этот шаг, этот шаг, скажем так, политического демарша, конечно, в любом случае создаст конкретный дискомфорт для «Буринской мечты», потому что однопартийный парламент для страны, которая претендует, скажем так, на евроинтеграционный процесс и страна, которая является обладателем статуса кандидата на члены Евросоюза, то однопартийный парламент – это не то, чем можно, так сказать, похвастаться между партнерами, перед партнерами и перед своим обществом. А вот может ли в нынешней ситуации президент Грузии Соломей Зурабишвили взять на себя роль лидера оппозиции, тем более, что она, похоже, начала это делать? Она не раз предприняла в самом недалеком прошлом такие шаги, взять бы хотя бы вопрос к так называемой «Буринской хартии», который должен был быть, по идее, объединяющим документом «Буринской оппозиции». В принципе, вот те четыре субъекта, которые я упомянул, они подписали «Буринскую хартию», и суть вот этого документа заключалась в том, что в результате, значит, в случае победы оппозиции, формальной победы оппозиции, потому что оппозиция сегодня настаивает, что фактически победа принадлежит ей, вот эта «Буринская хартия» должна была стать дорожной картой, скажем так, конкретных и очень глубоких его. Были и другие, скажем так, инициативы со стороны президента. Теперь, когда срок президентской полномочий госпожи Суаришвили истекает, она уже не двузначно, скажем так, намекнула на то, что видит свое будущее как политика в политической среде. Конкретно, как она будет позиционироваться, кто будет ее партнером или с кем она, так сказать, сдружится в партийном понимании, но это, наверное, вопрос самого недалекого будущего.